Расследование длиной почти в четверть века. Кто и почему убил украинского политика и олигарха Евгения Щербаня? Выжить в условиях пандемии COVID-19, что происходит в банковском секторе нашей страны. Жестокая интернет-любовь истории обманутых мошенницами иностранцев. Об этих и других темах нового номера англоязычного еженедельника смотрите в Киевпост-ревью. На этой неделе много серьезных и интересных статей в новом выпуске. Кто помнит историю украинского криминального мира и украинских олигархов, тот помнит, что 3 ноября 1996 года в Донецке произошло убийство Евгения Щербаня. Он тогда был крупнейшим бизнесменом в Донецке и членом украинского парламента. Евгения застрелили в Донецком аэропорту вместе с его женой. Также еще несколько человек были ранены и погибли во время этого нападения. И сейчас, спустя много лет, проливается свет на то, что случилось с бизнес-империей Щербаня после этого убийства. Потому что у Щербаня было три сына, и один из них, старший, которого тоже зовут Евгений Щербань, проводит собственное расследование, что случилось с империей отца. Об этом сняли документальный фильм, и мы тоже пишем об этом истории. Этот сын пришел к выводу, что Ренат Ахметов и Сергей Тарута, которые были партнерами отца, вместе сговорились и фактически обманули наследников и забрали часть активов, которые принадлежали Евгению Щербаню. Конечно, Ренат Ахметов и Сергей Тарута отрицают это. Это очень интересная история и очень важная. На сегодняшний день Украина славится не только своими полями, черноземом, историей, достопримечательностями, а также машиничеством, которое работает под видом, ну скажем, брачных агентств или сайтов знакомств. Это такая очень сложная тема, которая, ну, над которой мы часто смеемся. Она даже стала поводом для Реала Ти Шоу в США на самом деле, но это не смешно. Ни для кого не секрет, что мужчины из западных стран часто ищут знакомства с украинскими женщинами для семьи, любви и тому подобное. И иногда эти мужчины остаются обманутыми. Они попадают на мошенников и мошенниц, которые выкачивают из них деньги и часто лишают сбережений. Конечно, есть много счастливых историй, таких знакомств, но есть и жертвы мошенников. Наша журналистка Анна Миронюк разбиралась в этом. Анна Миронюк пообщалась с жертвами любовных аферистов и узнала все детали того, как они лишились своих сбережений. К примеру, один из героев статьи ради переписки с интернет-возлюбленной заплатил 9 тысяч долларов. Потому что эти сайты требуют оплаты, чтобы прочитать сообщения. Они думали, что они влюбились в этих девушек, но получилось не так. Получилось, что это либо развод, и в одном случае это закончилось физическим насилием, когда избили человека, этого американца почти до смерти. Это серьезная проблема. К сожалению, даже на сайтах посолств США и Англии государство размещает текст о том, как это реальная проблема в Украине, это опасно. Но все равно мужчины продолжают знакомиться с украинскими девушками на этих сайтах, и часто это заканчивается плохо. В этом выпуске вы также найдете фоторепортаж о недавнем награждении победителей ежегодной премии ТОП-30 до 30 по версии Киевпост. Ее редакция учредила еще в 2016 году, чтобы выделить достижения молодых украинцев, которые вносят большой вклад в успехи нашей страны в различных областях. Имена истории победителей 2020 года вы найдете на сайте издания. Там же можно заказать спецвыпуск о победителях. В нашем разделе бизнес спецтема недели. Это банковские услуги, банковский сектор. Как мы знаем, Украина потеряла примерно половину своих банков за последние 10 лет. В основном из-за крупных банковских мошенничеств. Случаи, когда банки обанкротились, потому что у них были проблемные, неплатежеспособные клиенты, инсайдерское кредитование и так далее. В основном люди, которые это проворачивали, так и не были наказаны, к сожалению. Оставшиеся на рынке банки пытаются восстановиться после тяжелого кризисного года. У них по-прежнему много проблем, в том числе с заемщиками, которые сейчас неплатежеспособные, чтобы возвращать кредиты. Но сектор, в принципе, пытается восстанавливаться. И об этом наша история. На самом деле это очень интересно, потому что немало коммерческих предприятий пострадало от коронавирусного карантина. Но на самом деле банковский сектор довольно хорошо переживает карантин. И да, были убытки, но на самом деле все идет к лучшему и все выглядит даже довольно хорошо на фоне всего плохого, которое происходит за недавнее время. Еще будет статья о проблемных кредитах. Это такая очень сложная тема. Как мы знаем, у многих украинских банков проблемные кредиты это вообще одно из самых больших финансовых проблем на сегодняшний день в Украине. Кабинет министров хотел как-то улучшить ситуацию, но дело в том, что остаются проблемы из-за того, что судебная система плохо работает. Ситуация сложная, но наш журналист Игорь Косов, который вообще хорошо разбирается в банковском деле, расскажет, что происходит на данный момент с этими проблемными кредитами. Звездный колумнист Киевпост Сергей Лещенко написал для этого номера колонку, посвященную работе генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Ее деятельность сейчас выглядит как минимум спорно. Ее обвиняют сейчас в том, что она препятствует правосудию по многим важным делам. Последним случаем было, когда она попыталась препятствовать расследованию дела Олега Татарова, заместителя главы Офиса Президента. Кроме того, как мы знаем, есть очень много уголовных дел, начиная с разворовывания украинских банков, как в случае Приватбанка, убийств и так далее, где генеральная прокуратура, в то время которую возглавляет Ирина Венедиктова, никакого прогресса не показала, а в некоторых случаях даже препятствовала правосудию. Например, как в случае с банкиром Олегом Бахматюком, которому недавно Офис Венедиктовой отказался подписывать запрос на экстрадицию. Я лично недавно встречался с Ириной Венедиктовой, и она сказала, что критика в ее адрес несправедлива. Она сказала, что эти обвинения безосновательны, что она реформирует генеральную прокуратуру, а те случаи, в которых ее обвиняют в препятствии правосудию, там на самом деле проблема была в том, что изначально очень слабо собраны доказательства. И на прошлой неделе в нашей газете вышла колонка Ирины Венедиктовой, где она рассказывает о том, что считает своим успехом на этой должности. Но все равно вопросы к Ирине Венедиктовой и ее деятельности остаются. В рубрике «Лайфстайл» читайте о фильме «Этот дождь никогда не кончится», который в 2021 году выходит в прокат в Украине. Он уже успел получить награды двух европейских фестивалей документального кино за творческий подход к раскрытию темы. «Это фильм про семью курдско-украинскую, которая из войны в Сирии тикает в Украину, в Лисичанске, и там зештовхируется с новой войной, войной, которую Россия ведет против Украины. И это история о людях между различными войнами. В центре истории молодой парень Андрей Сулейман. Он украинский курд, его отец Курд, а мать украинка. И, по поводу того, что он пережил две войны, одну в Сирии и одну в Украине, он все-таки идет волонтером Червоного Христа на Донбасс, что очень интересно. И раскрывается его история, почему он решил сделать так. Потом история рассказывает о том, как Андрей подъезжает к членам его родины, которые также из Сирии выехали за кордон. То есть эта родина Сулейман, они раскиданы, кто-то в Украине, кто-то в Немеччине, кто-то в Курдскому и Ираку, а кто-то остался в Сирии. Вот такая история о родине между другими воинами, которые пытаются держать какой-то контакт и один из одного чаще видят. Премьера этого фильма произошла в прошлом неделе на фестивале ИТФО в Нидерландах. Это International Documentary Film Festival Amsterdam. А также в Италии его показали на фестивале ДІПОПУЛИ. И вот при том, что этот фильм показали всего лишь на двух фестивалях, он на обоих взял приз. На фестивале ДІПОПУЛИ он взял главный приз, самый лучший документальный фильм, а на ИТФО в Амстердаме он взял приз «Найкращий початковец». И на фестивале ИТФО, который является одним из самых больших фестивалей документального кино в мире, то, что этот фильм взял такой приз, это очень престижно. И украинцы, скорее всего, как говорит нам режиссерка фильма Алина Горлова, смогут увидеть этот фильм на весне наступного року на фестивале ДОКУДЕЙС, якщо цьому сприятам ситуации с коронавирусом. Самые свежие новости, эксклюзивные статьи о бизнесе, политической, социальной и культурной жизни читайте в новых выпусках украинского англоязычного еженедельника, а также непосредственно на сайте Киевпост. Подписывайтесь, чтобы поддержать независимую журналистику в Украине.